Югославская спортсменка Ива Зимонич. С проблемами добиралась Ива Зимонич до Москвы, так скажем, до этого дворца спорта. Но об этом чуть позже. Я вынужден принести извинения за небольшую ошибку. Наверное, даже большую, допущенную мною лично. И какая-то, конечно, Ива Зимонич в горячке и суете подготовительных мероприятий этого турнира не успела познакомиться лично со всеми гимнастками. Не услышав объявления по стадиону, я ошибся. Конечно же, это Инготов Дешвили из Грузии. КОНЕЦ В общем-то, довольно осознанно я не стал на выступлении Инготов Дешвили произносить какие-то слова по поводу нашего турнира. Тем более, что Василий уже ввел вас некоторым образом в курс дела. Скажу лишь о том, что соревнования первого дня, как всегда, разделены на два потока участвующих. И, на мой взгляд, совершенно разумно было принято решение жеребьевку проводить таким образом, чтобы сильнейшие гимнастки попали и в первый, и во второй поток. То есть, мы увидим многих и многих достойных спортсменок и в первой половине нашей трансляции, и во второй. Пока же на кавер выходит Елена Сидоренко, демонстрируя композицию с лентой. КОНЕЦ КОНЕЦ Елена Сидоренко, первая из российских гимнасток, отработала свою композицию, первую свою композицию на этом турнире, а всего наших участниц очень и очень много. Помимо тех четырех спортсменок, которых, как страна-организатор, Россия может выстроить в квалификационные соревнования Гран-при, а это Алина Кабаева, Ассель Мустафина, Ирина Чащина и Юлия Барсукова. Еще ряд наших гимнасток выступают вне конкурса. В частности, Елена Сидоренко, только что бывшая на ваших экранах. Ну, пока соревнования только начинаются. Пятый участник, пятый участниц выходит на кавер Эдита Шауфлер. И сразу вам хотел бы рассказать о тех спортсменках, кто входит в число фаворитов и в каком потоке выступает каждая из них. Итак, в первой половине нашей трансляции мы увидим Юлию Барсукову, Ирину Чащину, Ассель Мустафину, Валерию Ваткину, Викторию Дановой, Эдита Шауфлер. Вот, пожалуй, шесть гимнасток, которые, вероятно, будут лидировать после первого потока. Хотя это, конечно же, не факт. Ну, а во второй половине трансляции об этом чуть позже. Продолжение следует... Те, кто постоянно смотрит наши трансляции с площадок, на которых происходят соревнования по художественной гимнастике, конечно, не нуждаются в представлении Эдиты Шауфлер. Не будучи, так скажем, суперзвездой этого вида спорта, она, тем не менее, принимает участие во всех маломальски значимых состязаниях. И в результате такая тактика себя оправдывает в серии Гран-при. Одним из этапов, который является наш турнир. Она занимает в каждом из отдельных видов упражнений. Да-да, это именно так. Второе место вслед за Еленой Витриченко. О системе Гран-при и прочем, видимо, в каких-то паузах, пока же ваше внимание на ковер Юлия Барсукова упражнения с обручем. КОНЕЦ КОНЕЦ И правда ли, очень и очень привлекательная композиция. Вот это отличает наших гимнасток и еще ряд спортсменок за рубежом от общей массы представительниц этого вида спорта, которые все-таки исполняют упражнения на ковре. Все-таки художественная гимнастика больше предполагает слово «композиция». Вот, на мой взгляд, Юлии Барсуковой композиция удалась вполне, если не технически, то, по крайней мере, артистически. Ну, а я сменяет Виктория Фратер, венгерская спортсменка. И сразу после ее выступления мы узнаем оценку, полученную Барсуковой. Вероятнее всего, это будет лучший балл из тех, кто пока выступил. Виктория Фратер Это, как мне думается, получилось довольно неплохо. Ну, вот, не без технического брака, так скажем. Впрочем, это только начало композиции. Посмотрим, чем она закончится. КОНЕЦ Напоминаю, что это была Виктория Фратер в Венгрии. Эдита Шауфлер получила за свое упражнение с подскакалкой 9,825 балла. И в ожидании оценки Юлии Барсуковой мы с вами наблюдаем за тем, как Виктория Фратер сменяет Ирина Чащина. На ваших экранах пока замедленный повтор выступления Эдиты Шауфлер. И вот Омская гимнастка. Единственная гимнастка в России, входящая в элитную часть спортсменок в нашей стране, не тренирующаяся у Ирины Александровны Виннер. Вот такая вот рекомендация. КОНЕЦ КОНЕЦ Прекрасно выступила Ирина Чащина. Оценка Юлии Барсуковой 9,933. Вы знаете, это заявка на уровень судейства на этом турнире. Точнее, не уровень судейства. Я никоим образом не хотел обидеть арбитров. Уровень оценок, так скажем. Согласитесь, если в первом раунде уже, собственно, в первом же своем выходе на ковер спортсменка, которая может рассчитывать на победу с вероятностью не очень большой. Я имею в виду Юлию Барсукову, получая 9,933, то, значит, фавориты, видимо, рассчитывают... Значит, судьи, видимо, предполагают, что фавориты отработают на оценку близкую к десятке. И это в многоборье, где оценки традиционно ниже, чем в финалах в отдельных видах. Вот таково судейство пока на этом турнире. Таковы оценки. Мы с вами смотрим за выступлением очередной российской спортсменки Екатерины Полухиной. Потом будет еще одна россиянка, Асель Мустафина. И вот эту... После этой группы из трех российских гимнасток выступит Валерия Ваткина из Белоруссии, очень талантливая спортсменка. Сразу после выступления Валерии Ваткиной нами подготовлен... Мы предполагаем выдать в эфир подготовленный нами сюжет о, пожалуй, главном фаворите не только нашего турнира, но и вообще всех соревнований по художественной гимнастике на ближайший как минимум год. Боюсь глазить. И тем не менее, речь идет об Алине Кабаевой. Ну а пока мы с вами наблюдаем за спортсменками, выступающими на ковре. Напоминаю, Екатерина Полухина. Екатерина Полухина завершает свою композицию, но я обращаюсь к Василию Уткину, удалось ли... Решить своего рода небольшие проблемы, связанные с тем, что мы друг друга не слышали. На площадку приглашается Асель Мустафина, Россия. К сожалению, я не слышу Василия, но, видимо, это все решаемо. Да и, в общем-то, наверное, именно сейчас и не стоит, может быть, говорить какие-то слова, поскольку Асель Мустафина, одна из, наверное, оригинальнейших гимнасток на нашей планете. Очень самобытная спортсменка. И пустячок, а приятно, она выступает под флагом Российской Федерации. Асель Мустафина Асель Мустафина Асель Мустафина закончила упражнение с обручем. Оценка Ирины Чащиной за композицию с лентой 9-800-24. Это значительно ниже, чем получила нынешний лидер соревнований Юлия Барсукова. Как говорится, тут достаточно тяжело комментировать оценки, получаемые спортсменками в первом раунде. Известно, что судьи, опять-таки это не в обеду будет там сказано, разминаются на первом раунде соревнований, поэтому оценки иногда выглядят, так скажем, достаточно непонятно. Не только для неспециалистов вроде меня, но и даже для асов. Ну, а Валерия Ваткина завершает вот как бы нашу такую вступительную часть трансляции. Сразу после выступления Ваткиной, как я уже говорил, мы предполагаем показать вам сюжет об Алине Кабаевой, которая сегодня выступает во втором потоке и является несомненно главным фаворитом нашего турнира. Валерия Ваткина Валерия Ваткина Итак, свою композицию с булавами закончила Валерия Ваткина. Ну, а мы предлагаем вашему вниманию тот самый уже дважды, а может быть и трижды, не помню про анонсированный сюжет об Алине Кабаевой. Папа Алины Татарин, мамы Руссия. Считается, что у таких пар дети талантливее других. С другой стороны, родители Алины спортсмены. Папа довольно известный футболист. Один раз мяч, забитый нападающим пахтакурем Маратом Кабаевым, самому Ренату Досаеву, был даже признан лучшим голом месяца. Мама в девичестве, любовь за Цепилина, играла разыгрывающие в баскетбольном скид в Ташкент. Известно, что в чисто спортивных семьях дети становятся спортсменами чаще, чем в других условиях. Вроде бы все предпосылки для того, чтобы добиться успеха. В спорте налицо, но вот в каком? Я очень любила этот вид спорта, художественную гимнастику. И, в общем, это были тоже свои какие-то мечты. Если у меня появится наследие дочка, девочка, то я, конечно, отдам ее только в этот вид спорта, художественную гимнастику. Но это мама, а что дочка. Бывало, конечно, что большие карьеры начинались из-под палки. К счастью, это не тот случай. Так вот вспоминаю по ней. Было так, что даже где-то мне было неудобно. То есть в этот день трудно поехать с ней на тренировку, потому что я ни одной тренировки не пропускала. Я была вместе с ней всегда, всюду и везде. Но где-то бывает, что даже неохота мне. Ребенок переживал. Она мне всегда говорила, мама, меня будут ругать. Я не могу пропустить тренировку. Вот ее вот эти первые соревнования, когда прошли, я помню, это было в Ташкенте, когда она знала тоже первое место для своего младшего возраста. Это было столько впечатлений. Она, я помню, даже как-то у нас не могла долго заснуть. Думала, мама, завтра будет тренировка, так бы нам не проспать. И я теперь ни одной тренировки не пропущу, и я еще, вроде как, буду больше работать. И так все складывалось очень хорошо, в том числе и привычный образ жизни. Мама всегда рядом. Но чемпионские амбиции и этот самый привычный класс редко согласуются. Решили. Ребенка надо показать Рине Виннер, к тому времени уже обосновавшейся в Новогорске. Прекрасная идея, вот только надо было четко понимать. Ташкент, это довольно далеко от Новогорска, где могли оставить ребенка, но куда при этом маму никто не звал. Кто же не хочет детям добра, однако надо выбирать. Либо девочка остается в Новогорске одна, без мамы, но с некими шансами на будущую блестящую карьеру. Либо расставание не происходит, но тогда уже без всяких шансов. Камеры не было рядом, когда это чистилище проходили Кабаевы. Но картина всегда одинаковая. Явно напуганная дочка послушно исполняет указания авторитетных специалистов. Не менее напуганная, но несколько лучше скрывающая переживания мама. Здорово, если девочка понравится и ее примут, и придется оставить ребенка совершенно незнакомым людям. Маленькая Алина понравилась. В 11 лет обычно мои дети, которые становятся звездами, уже выступают и могут выступить по программе взрослых. Мне было грустно, что она очень старая. Но потом, когда я зашла в зал и увидела ее, увидела ее и данные, которые совершенно фантастические в том плане, что у нее сочетается природная гибкость, бесконечная гибкость в залах и высоченный прыжок. Это очень редко сопоставимые данные. И вот это вот сразу меня подстегнуло к мысли о том, что не поздно, что все еще впереди. А потом в процессе работы, когда я увидела, что она еще и умеет так выразительно все это преподносить, свои данные, я поняла, что это будет звезда. И еще два года тому назад сказала, что она будет лимфистский чемпионат. Лимфистский плачет. Я говорю, что это плачет. Она говорит, мам, меня оставляют здесь. Я говорю, ну и что? Я не хочу. Я говорю, почему ты не хочешь? Ты посмотри на подоконник. Я говорю, а что там? Там стоит бутылка минеральной воды. Я говорю, 4 дня была на бутылке минеральной воды. Они, говорит, издеваются надо мной, мне кушать не дают. Говорю, Алина, давай попробуем. Я уеду ненадолго. Ну, просто попробуй. Я говорю, очень тяжело. Я за тобой приеду в любой день, в любой час, как ты скажешь. Хорошо, мама, мы попробуем. Мы только попробуем, ладно? Хорошо, мы только попробуем. Это было тяжелое время, но Кабаева его пережила. Мама каждый божий день звонила из Ташкента. Помогли и старшие девочки, и тренеры. Словом, Алина была куда бодрее, когда Любовь Кабаева через полтора месяца приехала в Новогорск. Так она и наизжала через каждые полтора-два месяца, пока не удалось и вовсе перебраться в Москву. Но больше всех Алине помогла она сама. Тяжело бывает всем, но у нее редкая психологическая устойчивость. Ирина Виннер не назовешь человеком мягким, но с Алиной ей работать очень легко. Гораздо легче, нежели... Гораздо легче, нежели... Мы сознательно не выходили в эфир с комментарием, пока заканчивалось свое выступление Ивана Матоликова, сразу после того, как был показан сюжет об Алине Кабаевой. Василий, слышишь ли ты меня теперь? Да, по-моему, слышу. Василий, а знаешь ли ты, чем интересна вот эта гимнастка Ивана Матоликова? Честно говоря, нет. Вот, так скажем, это единственная спортсменка из тех, что принимали участие в Берлинском чемпионате мира, которой пришлось хуже, чем Татьяне Агрызко. Подозреваю, что и о Татьяне Агрызко тебе известно. Не очень много. Почему же? Я очень хорошо знаю Татьяне Агрызко, что это лучшая белорусская гимнастка последних лет. Вот, и лучшей белорусской гимнастке последних лет за свою карьеру пришлось очень туго, и последняя ее очень серьезная травма пришлась на чемпионат мира в Берлине. У нее в результате оказалось очень много повреждений и связок, и прочей, так скажем, анатомии ног. Так вот, Ивана Матоликова одну из своих ног правы просто-напросто сломала. Но бодрости духа не теряла и просто привлекла внимание нашей съемочной группы на том чемпионате тем обстоятельством, что очень бодро, с костылями и гипсом она, тем не менее, перемещалась по дворцу спорта, пытаясь от этого мероприятия получить хотя бы удовольствие как зрителя, как человека из тусовки. Вот такая вот незавидная доля у нее была там. Я тоже могу тебя кое-чем порадовать, Денис, одной новостью небольшой. С удовольствием слушаю. Я тоже могу порадовать тебе одной незначительной новостью, Денис. Я увидел только что, что на наше соревнование уже прибыла главная героиня завтрашнего дня, Амина Зарипова. Она прилетела из Франции, завтра она выступает. Буквально только что она вошла в зал. Ну и здесь начинаются, естественно, самые разнообразные приветствия, обнимания, поцелуи и так далее. Потому что на самом деле соревнования по художественной гимнастике, какого бронга ни ни были, это все-таки в первую очередь такой всемирный гуманитарный девичник, правильно? Я полностью согласен с этой версией. Кстати, вот пусть это прозвучит нескромно, пусть. Но вот лично я испытываю законную гордость, называя наше соревнование супер-турниром. О том, что приставку супер мы имеем полное право использовать, действует хотя бы тот факт, что Амина Зарипова прервала свои месячные показательные выступления во Франции. На полтора дня прибыла в Москву лишь для того, чтобы даже не выступить, а чтобы просто поприсутствовать на нашем турнире. Согласитесь, пустячок, а приятно, да? Ну, пустячок, а приятно, у тебя же у нас такая присказка. Я думаю, что это не пустячок, но тем не менее это очень приятно, это очень здорово. Ну, пока мы прерываемся, поскольку одна из участниц достойная внимания любой аудитории, будь это чемпионат мира, олимпиады, неважно кто. Так вот, Виктория Данова, болгарская спортсменка на ваших экранах, я предлагаю вам просто посмотреть ее композицию с булавами. Виктория Данова Виктория Данова Итак, Виктория Данова. Вот, несмотря на то, что сейчас в музыкальном сопровождении допускаются всевозможные вольности, Виктория Данова пошла по классическому пути привлечения зрительского внимания, такая вот зажигательная мелодия. Кто-то даже пытался подхлопывать. На ваших экранах протокол первого раунда соревнований лидирует Асель Мустафина, Юлия Барсукова занимает второе место, Валерия Ваткина третья. В общем-то, это было довольно, достаточно прогнозируемо. Сейчас у Инга Тавдишвили выходит на ковер грузинская спортсменка у композиции с лентой. Ну, собственно, Василий, скажи, пожалуйста, как на твой... Всё-таки ты, по-моему, впервые присутствуешь на турнире по художественной гимнастике, не эпизодически, а целенаправленно от начала до конца. Да, совершенно верно. Вот по первому раунду можешь ли ты сказать, что та или иная гимнастика понравилась тебе больше, если да, то чем? Ну, я могу сказать, что, по крайней мере, я увидел то, что я ожидал, мне здесь очень нравится. Понимаешь, вот у меня есть преимущество над тобой, и все эти очаровательные девушки проходят непосредственно мимо меня. Вот, и, в общем, с некоторыми я даже успел перекрыться взглядами. Поэтому, конечно, это для меня совершенно иначе сжигательное зрелище, и я получаю огромное количество эмоций. А что касается компетентности, то есть я выбрал потрясающий критерий. Я вот очень хорошо отсюда вижу Ирину Ивановну Дерюдину, выдающуюся гимнастку, которая сегодня является одним из судей. И вот я смотрю на неё, как она реагирует на выступление. Надо сказать, что она практически не реагирует. А то, когда выступала Асель Мустафина, она улыбалась. Я сразу понял, что Асель Мустафина будет лидером. Я хотел бы как бы пояснить, что, видимо, жанр, в котором выступает сегодня в нашем эфире Василий Уткин, следует назвать профессиональный зритель. Вот как бы очень интересно сравнивать мнение настоящих профессионалов, беседы с которыми, и с большим количеством которых у нас ещё впереди, и взгляд человека с трибуны. Инга Тавдишвили заканчивала свою композицию с лентой. За первое упражнение её оценка была невысока. Она получила всего лишь навсего 9,595 тысячных баллов. Это, конечно, не уровень для гимнастских, претендующих на лидирующее какое-то положение на турнирах международных такого ранга, как гран-при. За упражнение с обручем Ива Зимонич получила 9,680 тысяч баллов. Вот как раз Ирина Ивановна Дерёгина. Но я подозреваю, Василий, что есть ещё одна причина к тому, что Ирина Ивановна сохраняет такую вот смазку невозмутимости. К сожалению, она просто жаловалась, не очень хорошо себя чувствует, желаем ей как бы скорейшего выздоровления. Всё-таки, чтобы уж к завтрашнему-то дню она в полном здравии приняла участие в обещанном её интервью в прямом эфире, в нашем репортаже. Я уверен, что так оно и будет. И к пожеланиям, естественно, присоединяюсь. Елена Сидоренко на ваших экранах. КОНЕЦ 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 Итак, Елена Сидоренко. Её сменит вот-вот Эдита Шауфлер. Эдита Шауфлер, как известно тем, кто смотрит наши трансляции постоянно, тем, кто интересуется художественной гимнастикой. Спортсменка, у которой паспорт Германии. Тем не менее, она прекрасно владеет русским языком. Даже в её выступлениях видна, собственно, отечественная школа. Ничего удивительного в этом нет. Родилась она и выросла в городе Бишкеке. Ну, потом эмигрировала в Германию. На игры Доброй Воли, которые прошли вот в Нью-Йорке два месяца назад, не слишком удачно, мягко говоря, выступила Эдита Шауфлер. Например, вот я вижу, что на этом турнире она снова в своей форме. Напомню, что в рейтинг-листах гран-при в каждом из видов упражнений Эдита Шауфлер занимает второе место после Елены Ветриченко. Не то, чтобы это свидетельствовало о выдающемся классе этой спортсменки, при всём уважении, а просто она принимает участие буквально в каждом гран-при и за счёт своего большого, так сказать, большого количества выступлений компенсирует, может быть, недостающее качество. Вот сейчас маленькая, но ошибочка, конечно, которую не заметили арбитры. КОНЕЦ Немецкая художественная гимнастика пошла по пути импорта, так скажем, гимнасток в собственную сборную. Например, на чемпионате мира выступала команда в составе Магдалены Бржески, которая родилась и выросла в Польше, Эдита Шауфлер, которая только что выступала, и Елена Асмус, тоже девушки, родившиеся и выросшие в России. Следом за ней на кавер выходит Юлия Барсукова, и я вижу, что Василий Уткин, кажется, уже хочет что-то сказать по поводу предстоящего выступления. Я просто хотел сказать, что Юля ведь вот вторая сейчас, да? Да. И, соответственно, у нас есть шанс поболеть за неё. Есть совершенно определённый повод. Это вот оригинальная трактовка поводов к тому, чтобы болеть на художественной гимнастике. Но вообще, Юля очень самопытная гимнастка, и просто невероятно жалко, что квота от страны на международных соревнованиях столь мала всего. Вот мне гимнастки ездят на Олимпийские игры, максимум четыре на чемпионат мира. А то бы, конечно, Юля Барсукова украсила бы с собой чемпионат в составе любой команды, кроме, может быть, России. Да и вот и всё. Кроме России, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Допущена крупнейшая ошибка, потеря предмета. И, соответственно, вряд ли, то есть не то, что вряд ли, а уже просто, ну никак, 9-933 за эту оценку, такую же, как за предыдущее упражнение, за эту композицию Юля не получит. Но вот надо сказать, что последние два года Юля не может на международных соревнованиях, не имеет возможности демонстрирует свой конёк упражнение с мячом. Вот в силу того, что вообще, говоря, в художественной гимнастике используется пять предметов, а каждые два года используется набор только из четырёх, так получается один лишний. Каждые два года этим лишним последние два сезона является мяч. А упражнение с мячом у Юли просто фантастическое. Вот уже со следующей весны на международных соревнованиях она, видимо, будет королевой этого вида. У нас меняет её Виктория Фратер, венгерская спортсменка. У неё композиция с лентой. Глядя на протокол, на стартовый протокол наших соревнований, убеждаешься, что, конечно же, превалирует над всеми остальными. Спортсменки из стран бывшего СССР и нашего ближайшего бывшего же социалистического окружения. Вот, несмотря на все попытки той же Немецкой Федерации, той же Французской Федерации, пока не могут гимнастки из вышеупомянутых стран конкурировать достойно с теми, кто выступает сейчас на нашем турнире. Василий, я вижу, ты хочешь вновь включиться в наш репортаж. Я хочу спросить тебя, Денис, как дилетант профессионала, о чем это всё-таки вызвано, вот такая странная ситуация? Ведь, насколько мне известно, допустим, показательное выступление гимнасток, вообще, по гимнастике пользуется наибольшей популярностью, ну, скажем, в Японии, во Франции. Вот я знаю сейчас Яна Батыршина, на показательное выступление в Бельгии. Почему же эти страны, вот до такой степени, проявляющие интерес в гимнастике, не в состоянии что-то в ней показывать? Здесь это какое-то разумное объяснение. Видимо, только одно школа, школа, вот как ни крути, а лучшие специалисты, вот просто вот экстра-класса, этого вида спорта, которые трудятся в России, в Украине, в Беларуси, в Болгарии, они не едут за границу. Лучшие остаются здесь. Но, тем не менее, вот известны ведь случаи, допустим, когда легкотетические специалисты из Германии приехали, допустим, в Китай. Вообще, вот, среди специалистов в России все такая же конкуренция, как среди гимнасток, а специалистов сменить национальность, не национальность, а, скажем, приехать в другую страну, значительно ведь легче. Ему не нужно делать паузу выступления. Вторая составляющая, как бы, вот, высокой оценки каждой из гимнасток, выступающей на ковре, это еще и такое вот словосочетание, авторитет федерации, может быть, авторитет тренера. Вот этот авторитет нарабатывается годами, десятилетиями. И если вот этого, накопленного многими годами и десятилетиями, авторитета нет, то оценка высокой быть просто не может. Такое уж, весьма-весьма далекий от объективизма судейства. Ну, а пока Ирина Чащина выступает на ковре, мы досмотрим, и выступление продолжим. КОНЕЦ Стоит нам заговорить о какой-то конкретике, как наши спортсменки совершают серьезные ошибки. Я имею в виду конкретику во время выступления. Предлагаю взять небольшой мораторий на, так сказать, диалоги во время выступления наших спортсменов. КОНЕЦ Екатерина Полухина, Россия. Ну, ты видите, Юлия Барсукова, 9,849. То самое падение булавы у нее из руки стоило ей очень и очень много, и едва ли не десятые доли пала. Екатерина Полухина на ваших экранах. Упражнение с оборудованием. Упражнение с оборудованием. КОНЕЦ Упражнение с оборудованием. Играет музыка Вот те несколько мгновений, что есть у нас до ее выступления Как бы коротко ее представлю самым большим ее достижением Пока является бронзовая медаль Игр Доброй Воли Полученная в финалах в отдельных видах за упражнение с лентой Совершенно фантастическое В следующем, в третьем круге мы его увидим Но пока композиция с булавой Играет музыка Играет музыка Фантастически неудачный раунд для российских спортсменов. Просто какой-то рок над ними витает. Хорошо, хоть это последняя россиянка, выступившая в этом раунде. И Асель Мустафина явно получит оценку далекую от того, на что она в принципе вправе рассчитывать. Вот это, видимо, восхваление отечественной, бывшей советской, из ближайшего с 8 тысячных баллов. Для спортсменки такого уровня это просто не смешно. Ну, посмотрим, справится ли с этим роком Валерия Ваткина из Белоруссии, композиция с лентой. КОНЕЦ 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 Не хотелось бы думать, что мы в этом повинны. Но, увы, и Валерия Ваткина уронила ленту. Причём, что характерно, уронил-то она её на ровном месте. Никакого суперсложного элемента в этот момент она не выполняла. Удивительно. Ну, ввиду того, что до конца этого раунда выступает португальская гимнастка Сюзанна Насименту, да, Цивенда из Латвии, шведка Эллен Нильстрем и Ивана Матоликова из Словакии. Видимо, можно уже какие-то итоги этого раунда попробовать подвести. Ну что, вот теперь, раз все представительницы России, Белоруссии, раз вот все так вот неудачно, мягко говоря, выступили в этом раунде, можно смело продолжать дальше рассуждать о преимуществах нашей школы. Уже хуже вряд ли будет. Василий, ты не спрашивал по поводу какого-то там разумного объяснения? Я сейчас подумал, что, вот, я сейчас задумался на другую проблему уже, вот на такой. Знаешь, я как дилетант, я внимательно здесь наблюдаю за тем, что происходит на разминочном ковре, на основном, до, после и так далее. Вот я очень долго не мог понять, я, наверное, сейчас до сих пор не понял, но я повел с версией о том, почему вот все-таки это происходит. Ведь нелогично же на самом деле, да, ну какой-то вот просто злой рок. Я наблюдал за Ассель Мустафиной, когда она разминалась, у него было совершенно, ну, абсолютно ничего на лице не было написано, у него даже напряжение. Человек выходил, делал свое дело, совершенно нормально, совершенно спокойно. Ну, в конце упражнения, ну, я не думаю, что на втором упражнении может человек устать для того, чтобы вот это было причиной ее ошибки. Вот сейчас я наблюдал за выступлением Валерии Ваткиной, и ты знаешь, я наконец понял, мне кажется, я схватил. Вот помнишь, педагогу уронить след, она ее подбросила, была вот такая сложная фигура. Она поймала эту ленту, и я вижу, что на лице было написано просто «Счастье». Вот я ее поймал, вот она у меня в руке, и тут же она помешала и уронила ее в совершенно безобидной ситуации. Мне кажется, это вот проявление напряжения, которое специфично в каждом спорте. Вот в художественной гимнастике, мне кажется, напряжение таково. Цена ошибки, на самом деле ошибки совершенно не мотивированные, ничем не обоснованные. Ошибки обусловлены только сложности в выступлении, и гарантия того, что побеждает тот, кто сделает себя безошибочно. Вот это, мне кажется, определяет и напряжение, и психологический ипотекция соревнований. Следует добавить только, как бы, что события в мире имеют обыкновение развиваться по принципу цепной реакции. Ошиблась одна гимнастка, и неважно, будь это твой главный конкурент или ближайший партнер, на тебя это так или иначе действует. Примеров тому было масса. Та же Амина Зарипова, которая у нас принимает участие в нашем турнире в качестве, наверное, его символа, уж как минимум. Так вот она таких историй может рассказать десяток-то уж как минимум. Повыспрашиваем, повыспрашиваем. Ну тогда вот вопрос, Денис, как ты думаешь, вот сейчас, когда три лидера, которые были лидерами, допустили такие ошибки, как ты думаешь, что произойдет сейчас, как бы, вот с турнирной таблицей, и принципиально ли это? Да, в общем-то, ничего особенного не произойдет с этой самой турнирной таблицей. Единственное, что, конечно же, хоть и все выступили неудачно, но оценки-то у всех были разные при этом. И пока вот, так сказать, протокола того, чем закончился второй раунд, нет об этом. То есть я, трудно сейчас судить, кто лидирует, кто на втором месте, кто на третьем. Но вот эта вот группа спортсменок, те самые шестеры, которых я рекомендовал в самом начале, они как бы лев, первыми шестью так, собственно, и останутся по той простой причине, что их класс значительно выше, чем уровень тех, гимнасток, что составляет им конкуренцию в первой половине сегодняшнего дня. Для соревнований. Для того, чтобы гимнастка уровня Валерии Ваткиной умудрилась проиграть, ну, скажем, той же Даци Венде из Латвии, которая сейчас выступает, нужно, чтобы произошло что-то, о чем я, например, тоже не могу предположить. Даци Венде при этом весьма способная гимнастка. Это не мой отзыв, это отзывы специалистов, которые видели Даци на всемирных юношеских играх. Ну, вот опять то, о чем мы уже говорили. Молодость, отсутствие личного авторитета, отсутствие, может быть, авторитета федерации в Атвийской. И, наконец, то обстоятельство, что все-таки как ни крути, а в России, на Украине и в Белоруссии, да и в Болгарии даже. Все еще художественная гимнастика остается, как это неудивительно, в наше время коммерциализированной до предела массовым видом спорта. И тренер-специалист имеет возможность выбирать. Подозреваю, что японский тренер по художественной гимнастике особого-то выбора не имеет. Они любят смотреть, но при этом большого количества школ художественной гимнастики у них нет. Зато у японского тренера, у японского тренера есть надежда всегда, что когда-нибудь, когда-нибудь привезет и мне, японскому тренеру. Звуки сиртаки, наверное, можно услышать просто вот на любом, все равно не по художественной гимнастике. Сиртаки, Болеро, традиционно выигрышная мелодия или шведка Элен Нистрем, что сейчас на ваших экранах. В своем упражнении с булавом используют Таодораки с самого. Позицию, знаменитую, которая как раз что называется сиртаки. Надо сказать, что кроме Эвы Сирано, которая вот просто принципиально не участвует в турнирах серии Гран-при, и, по сути, вся мировая элита с огромным удовольствием приехала в Москву. Не убоявшись тех самых многочисленных кризисов, которые у нас сейчас вместе слились в один глобальный, тем не менее, с огромной охотой они приехали в Москву. Им было очень интересно, как вот эти самые россияне, которые сильны и побеждают на площадках Парижа, Токио, Берлине, Риме, Лос-Анджелеса и так далее, и так далее, как вот они смогут провести этот турнир. Надеюсь, что им здесь у нас пока нравится. Ну и вот Иван Номатоликова завершает второй раунд наших соревнований упражнением с лентой. Иван Номатоликова, Словакия. Всего же в нашем турнире принимают участие представители 15 стран. Не так уж и мало, прямо скажем, даже для турниров уровней Гран-при. Иван Номатоликова, Словакия. Иван Номатоликова, Словакия. Иван Номатоликова, Словакия. Иван Номатоликова, Словакия. Василий, не правда ли весьма символичное завершение второго раунда соревнований? Символично, символично. Я хотел бы тебя спросить, Денис, в этой связи, опять как дилетант профессионала. Вот сейчас в этом достаточно неудачном для всех раунде, но в первую очередь нам важно, что этот раунд был неудачным для лидеров. Скажи, пожалуйста, является ли вы в определенной степени решающим, хотя бы в психологическом смысле, который здесь, как мы уже пришли к этому, достаточно важен, решающим третье упражнение для тех, кто выступает в этой группе? На самом деле существует закон, не писанный, разумеется, художественной гимнастике, что судьи выполняют, так скажем, некоторые, может быть, даже непроизнесенные вслух договоренности, ну, извечные вроде... Неважно, короче, мы не будем даже рассуждать об этом, но суть в том, что тянут гимнастику, ставят высокие оценки, могут простить ту или иную незначительную погрешность, ровно до тех пор, пока она не совершит одну грубую ошибку. После этого ее начинают судить на всю катушку. Так было неоднократно и с Яной Патершиной, которая блестяще от выступает два вида, потом она ошибается в третьем, и за четвертой, вновь выполненной блестящей, она получает так же, как за третьей, по той простой причине, что на ней он уже маркнули рукой, как на претендента на победу. В этом смысле решающей может оказаться ошибка как в первом раунде, так и в четвертом. То есть никакой особой, что ли, демонической роли третьего раунда, наверное, нет. То есть получается, что приемность между упражнениями выстраивалась была бы на юге? Пожалуй, да. Значит, будем валять за наших каждый раз, как первый. В общем-то, только это и остается. Ива Зимонич Югославия открывала третий раунд первого потока сегодняшних соревнований. Вслед за ней на ковер выходит Виктория Данова, болгарская спортсменка. Полагаю, Василий, что тебе известно, разумеется, ну, наверное, как и всякому человеку, просто интересующемуся спортом, что болгарская школа гимнастики овеяна не то чтобы славой, а просто какими-то даже легендами. И в свое время конкурировать с ними было очень и очень и очень сложно советским спортсменкам. Конечно, конечно, мне это известно, и поэтому я хотел от тебя спросить. А как, кстати говоря, в общем зачете пока идет Виктория Данова? Виктория Данова пока идет в общем зачете не очень. Насколько точно? Опять-таки, к сожалению, вот нету пока столь достойной информации. А в свою очередь я хотел бы тебя спросить о следующем. Вот на твой взгляд, та спортсменка, что сейчас разминается прям перед тобою, она чем-то выделяется из числа других участников? Или как бы не зная о том, что это болгарка, ты бы не стал ее выделять из общей массы? Ты знаешь, я все-таки не рискнул делать каких-то выводов. Я уже, когда она выступала в предыдущий раз, я застыл на это внимание, потому что я знал, что это единственная болгарская спортсменка в турнире. Я подумал, что вот особенно учитывая, что она выступает в начале, и как бы сразу после вот группы спортсменок из Португалии, Латвии, Швеции и так далее, обращая внимание на то, что она делает на ковре, мне показалось, что вот школа есть школа, этого не отнять. То есть какая-то частота движения. Не видно вот эти потери равновесия на ровном месте, то, что бывает со всеми остальными. Вот только поэтому. Других выводов я бы не стал делать, потому что все-таки мало ли я еще слишком на посмотрел. Ну хорошо. Надеюсь, что после окончания второго дня турнира все те, кто у нас здесь присутствуют, даже если они присутствуют в первый раз на художественной гимнастике, смогут делать выводы более профессиональные, чем в начале турнира, вот так скажем. Но в любом случае, надеюсь, удовольствие получают все, кто сейчас находится в зале или сидят около телевизоров, включенных на канале НТВ плюс спорт. Итак, Виктория Данова, Болгария. 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 Это тоже ход, поскольку это сразу обращает на себя внимание, тем более, что существует такой вот критерий судейства в художественной гимнастике как самобытность упражнения или вот еще есть такой вариант оригинальность сочетания музыки и композиции. Впрочем, я вижу Василий вновь включая нашу компанию. 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 Гран-при имеет регламент сложный, порою нелогичный, ничего удивительного в этом нет. Соревнование это придумано было не так давно. Проводится всего лишь на всего второй год. Вот эта серия. Напомню, что всего турниров в этом году было проведено пять. Стартовала серия гран-при в Киеве. Следом были турниры в Братиславе и немецком Бохоме. Затем серия возобновилась в начале сентября турнира в Девентере. И пятый московский турнир Вы сейчас и смотрите. В Линце австрийском. Меньше чем через месяц состоятся финальные соревнования серии гран-при этого года. Так вот, напоминаю для тех, кто может быть этого еще не знает. В серии гран-при нету соревнований многоборья. То, что Вы сейчас наблюдаете по отношению к гран-при является квалификацией. Завтра же основные соревнования финалы в отдельных видах, куда выходят в каждом виде по 12 спортсменок. Тем не менее и сегодня, на мой взгляд, имеет, есть за что бороться. Сегодня разыгрывается кубок НТВ+. Ну, собственно, весьма, как мне кажется, престижный соревнователь. Судя, как минимум, по составу участников. Лена Сидоренко закончила свою композицию с обручем. А вот и оценка Виктории Дановой. 9,733 тысячных балла. Это очень и очень немного. А еще не так много лет тому назад любая болгарская гимнастка, которая принимала бы участие в турнире такого уровня, восприняла бы такую оценку, наверное, как оскорбление. Но времена меняются. Эдита Шауфлер на Ваших экранах. КОНЕЦ 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 Эдита Шауфлер сразу после прибытия в Москву в интервью сказала, что, конечно же, ей очень приятно выступать в Москве. Окунуться в атмосферу окружающего тебе русского языка. Причем окружающего не только в зале для выступлений, но и на улицах. Нам, в свою очередь, конечно, приятно видеть в Москве спортсменку, которая, может быть, может быть, и не завоевывала каких-то какого-то большого количества медалей на чемпионатах мира, Европы. Но вот стабильность ее выступлений следует отдать должное. Пусть не столь ярко, как многие другие спортсменки, но уверенно. И вот итог после феерии ошибок, допущенных фаворитами первого раунда. Эдита Шауфлер идет пока на втором месте. Проигрывали Шасселя Мустафиной. Я опережаю Юлию Барсукову, которая сейчас на ваших экранах демонстрирует композицию с лентой. КОНЕЦ КОНЕЦ Профессионал высочайшего класса, конечно, Юлия Барсукова. У Юлии, но не выпустила коварную ленту Юлия и справилась с упражнением. Виктория Фратер на ваших экранах. Общая сумма 19 баллов, 390 тысячных. То есть за каждый из своих видов она получала 9,7. Это, в общем-то, не те оценки, которые предполагают попадание в число лидеров. Третий выход сейчас на ковер у венгерской спортсменки. Упражнение со скакалкой. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 То, что у Ирины Александровны стальные нервы Это известно всем и каждому Ну а от самого, может быть, внешне Более эмоциональный человек Ну, Денис, вот для тебя это как бы порядки вещей Для меня это крак того критерия, который я выработал Я стал смотреть на профессионалов И помнишь, я говорил, что делал реакцию Оказывается, это ни о чем не говорит Оказывается, каждый реагирует исходя из того, что он видит И исходя из того, что у него самого внутри И что он сам за человек Мое поражение Гостья из Португалии, Сюзанна Насименту Закончила упражнение с оброчем Сменяет ее латвийская спортсменка Датс Венде Ну а вот эта вот Оценка 10 баллов Ровно продолжает Ярко гореть на табло спорткомплекса Динамо, под сводами которого, напомню, Проходит первый в России Гран-при НТВ плюс по художественной гимнастике Вот заметный повтор По позиции с лентой Насели Мустафеля Того самого, кстати говоря, вида художественной гимнастики В котором она стала бронзовым призером На играх доброй воли А вот Валерия Ваткина получила За упражнение со скакалкой 9862 тысячных баллов Оценка скромная, прямо скажем Судя по всему, она пропустила вперед Юлию Барсукову Вот сейчас мы подсчитаем Чеб, собственно говоря, окончился третий раунд И можно будет Собственно, он еще не кончился Но Эллен Нистрим, Датс Венде и Ивана Матоликова Очевидно, не участвуют в борьбе за попадание в первую тройку Вот в первом потоке наших соревнований Вот посчитаем и огласим весь список, как говорится Вообще, вот эту гимнастку, Датс Венде Мы не то чтобы игнорируем Но все время, когда она выступает Говорим какие-то слова аналитические Я так отметил еще время параду Что она самая маленькая из всех участниц Я не знаю, так ли это по возрасту Ну вот, ну просто очаровательная кроха Вот во время турнира на призы журнала Миржечны В Ижевске в этом году Вручалось великое множество так называемых спец-призов Это когда спонсоры того или иного турнира Вручают свой личный приз, понравившийся ей гимнастике Так вот, не помню уж какой из призов Но что-то вроде, условно говоря, мисс очарования турнира Я боюсь соврать, поэтому не буду утверждать этого точно Получила гимнастка, которой было лет, наверное, 7 Она была пониже Датс Венде эдак на голову В общем, очень по-доброму относятся к малышкам в этом виде спорта Собственно, тут и вообще-то сильно взрослых людей и нет Она такая серьезная при этом То есть, наверное, сама прекрасно понимает, что Ее выступление пока не отвечает самому высокому уровню Она еще ни разу не прошла Вот у меня за кулисы довольный Я буду за нее болеть сегодня Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светская спортсменка Эллен Ньюстром... Близкую нам по духу мелодию выступила и уступила место на ковре Завершающий очередной раунд соревнований Ивани Матоликовой из Словакии А по поводу Датси Венде, ну уж так и действительно не повезло Сразу после Валерии Ваткиной и Сюзана Насименту Пока выступает португальская спортсменка Идет какая-то эмоциональная оценка того, что случилось с лидерами в том или ином раунде Потом начинаем думать Вот как раз эта попытка мыслить осуществляется во время выступления латышки Да, но потом уже попытки думать становятся привычкой Я сейчас обратил внимание, что композиция очень черная Но как-то вот конституции всей Эллен Ньюстром Ну, мне, так скажем, не совсем подходило Как-то она не ассоциируется вот лично у меня С высокими стройными блондинками Вот, ну не знаю Наверное, я все-таки Я еще не готов к восприятию того уровня условности Которая присутствует в художественных гипнотических композициях КОНЕЦ 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 Если в прошлом раунде у нас было символичное его завершение Когда Ивана Матоликова едва ли не последним своим движением уронила предмет То сейчас, по-моему, симпатичное завершение третьего раунда Очень неплохо Ивана Матоликова отработала свое упражнение Спортсменки, открывай четвертый раунд наших состязаний Ну вот Амина Зарипова, которая прилетела всего лишь на полтора дня Не теряет времени даром Конечно, и приятно встретиться со старыми знакомыми Вот, к тому миру, в котором она жила очень много-много лет Конечно же, без разговора с Аминой И без рассказа о ней не обойдется в нашем эфире Как сегодня, так и завтра Но пока югославская спортсменка Ива Зимонич Исполняет композицию с Ленкой Слово об итогах третьего раунда Ну, тут безусловным лидером после десятки, полученной за упражнение с лентой, является Асель Мустафина Ну, а вот и Амина Зарипова Ближайшая из тех, кто сидел на первом ряду и попал в кадр Одной из камер, работающих на трансляции, это и была Амина Зарипова Кстати, Денис, я хотел сказать тебе, что, по-моему, это не было известно перед началом соревнований Завтра в конце соревновательного дня не только Амина Зарипова, но и Наталья Липковская выставит с показательным номером То есть обе гимнасты, которых мы как бы еще этим турниром провожаем, обе они отметятся показательными номерами Для меня это новость Честно говоря, это было бы, наверное, просто неправильно понято Если бы, уходя, Наталья Липковская и Амина Зарипова В последний раз не продемонстрировали бы своего искусства В конце концов, уж кому-кому, а им-то не грех занимать умение собраться Пусть даже после годичной паузы на одну композицию, отработать ее так, что зал будет стоять на ушах Ну вот вы сейчас видели итоги третьего раунда соревнований Как я уже сказал, лидирует Асель Мустафина Ну а сразу следом на ковер выходит Виктория Данова, болгарская спортсменка Вновь Амина Зарипова Наконец-то она получает достойное своей персоне внимание в нашем эфире Она бы получила его и раньше, если бы находилась в зале А то она все бегает где-то вокруг, общаясь с теми приятельницами, которых не видела уже очень долго Ну да ладно, бог с этим, пока Виктория Данова упражнение со скакалкой Виктория Данова упражнение со скакалкой Даня Зарипова Виктория Данова упражнение со скакалкой Василий, ты знаешь, вот все мне не дает покоя тот вопрос, заданный тобой Есть ли какое-нибудь разумное объяснение тому, что, ну, ты помнишь, мы имели в виду японских тренеров, гимнастов и так далее Вот характерная деталь Когда встречая в аэропорту, даже болгарка, даже Виктория Данова, вы русского языка уже не знает Какое вот влияние той самой отечественной школы, о которой мы говорили Распространяется все больше, больше, больше Может быть еще через поколение Португальские, шведские спортсменки будут составлять достойную конкуренцию Ну а пока вот нет, пока вот нет Если говоря, я этим совершенно не расстроен обстоятельством На праздну, потому что, в общем-то, вот эти вот разговоры о том, что художественно-гимнастические состязания, в общем-то, все больше и больше напоминают чемпионат Советского Союза Никоим образом не идут на пользу авторитету этой самой художественной гимнастики В частности, даже такие ходят приватные разговоры о том, что существует мнение о нецелесообразности вхождения художественной гимнастики в программу олимпийских игр Мнение абсурдное настолько, что его даже обсуждать не приходится, тем не менее, оно есть А вот когда на три медали будут претендовать спортсменки не трех стран, а на пятнадцати Само такое мнение существовать уже даже не сможет Так что нет худо без добра, но и добра, видимо, без худо тоже не бывает В общем-то, с этим, наверное, очень сложно спорить Но тогда я хотел бы задать еще один вопрос, связанный с парадоксальностью происходящего вхождения гимнастики Понять его, наверное, обсудим мы его уже позже Меня вот, честно говоря, удивляет, почему такой красивый женственный вид спорта, который популярен так или иначе в самых разнообразных странах, в том числе и в странах богатых В Японии, в той же Франции, в Америке, я знаю, существует круг любителей этого вида спорта Почему не существует, как бы, профессиональной художественной гимнастии, коммерческой, как это бывает в фигурном катании Но выступает наш спортсмен Обычно получается Сейчас на наших экранах уже итоговая оценка выступления сегодня Виктории Дановой 38,844 тысячных балла Это даже можно считать неким ориентиром, потому что Данова уж наверняка в шестерку по результатам сегодняшнего дня попадает Вот сейчас на ваших экранах были двое судей Справа как раз сидела немецкий арбитр, очень известная женщина в мире художественной гимнастики Ну, ее знают буквально все, Арсула Золенкампт Как раз тренер Эдита Шафлер, что сейчас выступает четвертый раз уже за сегодняшний день, на сей раз демонстрирует свое искусство в обращении с Леной Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Сейчас Эдита Шафлер, я бы вот эту самую наценку в одну десятую балла за оригинальное сочетание музыки и композиции Ну, наверное, за гармоничное сочетание музыки и композиции Наверное, не дал бы Как-то у меня музыка и, собственно, упражнения, представленные Эдиты Шафлер, вызвало ощущение, что вот у Юлии Барсуковой с ее вот хрупкой конституцией получилось бы это гораздо выразительнее А Эдита Шафлер, такая крепышка, это все-таки, мне кажется, не ее был стих Тем не менее, это все эмпирические рассуждения, посмотрим, как отреагирует на выступление Эдиты Шафлер арбитры А пока Юлия Барсукова на ваших экранах завершает свои сегодняшние выступления перед публикой, собравшейся в московском спорткомплексе «Динамо» 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 Просто визг восторга раздается на трибунах после того, как Юлия Барсукова завершила упражнение со скакалкой Ну вот нам остается ждать теперь ее оценки Собственно, сейчас уже завершается первый поток сегодняшних выступающих Следом за Юлией Барсуковой выйдет на ковер Виктория Фратер, венгерская спортсменка И я вижу, что Василий Уткин вновь собирается принять участие в нашем репортаже Денис, я хотел сказать, что уже разминается для своего последнего упражнения Асель Мустафина Я пытаюсь сделать какие-то выводы по ее поведению, по ее выражению лица Она очень сосредоточена Но на самом деле, это, наверное, не тема для обсуждения Я хотел бы узнать вовремя вот о чем Как ты думаешь, не стала ли десятка вот в третьем упражнении для Асель До некоторой степени следствием ошибки во втором? То есть не является ли это проявлением ее характера как турнирного бойца? Если это так, то вот в свете твоего вывода, который ты сделаешь Как бы ты оценил ее психологические перспективы в четвертом упражнении? Я думаю, что десятка, полученные ею, свидетельствует о том, что свое безукоризненно подобранное упражнение с лентой Ну это действительно, вот, Ирина Винтер говорит так Я пока нашла ей только ленту Вот остальные предметы еще ищут, а лента уже нашла Так вот, вот эту самую найденную ленту Асель отработала со стопроцентной точностью И, наконец, то, что турнир проходит в Москве, вот эту самую десятку-то и дало Поэтому, с точки зрения психологических перспектив Асели Мустафиной в последнем раунде Видимо, стоит обратить внимание на тот факт, что благодаря этой десятке она в лидеры вышла после третьего раунда То есть просто это было ее коронное упражнение? Это было ее коронное упражнение, ее конек, она использовала его на все 100% Собственно, оценки выше, 10% не бывает Ну, прошу, я-то мог этого не знать, поэтому я просто был думал, что она все-таки допустила ошибку Собралась и теперь она покажет всем, как нужно выступать, с чем у нее там четвертое упражнение Ну, боже мой, ну, конечно же, по-моему, соскакал Совершенно справедливо Я полагаю, что вот то, что в этом потоке пока лидирует Асель Мустафина, это было вот из этого, из прогнозируемого Потому что Алина Кабаева выступает в другом потоке Поэтому, я думаю, и Асель Мустафина, да, в общем-то, и все здесь собравшиеся, воспринимают происходящее как должное Единственное, скажем просто, представители Белоруссии и Украины могут покритеть на ту тему, что 10% это уж, пожалуй, чересчур Ну, вопрос оценки в художественной гимнастике, это, с одной стороны, тема неисчерпаема, а с другой стороны С другой стороны, очень простая Да, нет, вот-вот уж чего-чего, а простоты в получении оценок спортсменкой Тема это простая в своей необъяснимости, просто смириться А, ну, видимо, действительно, это и остается сделать Ну, а сразу после того, как мы узнаем оценку Эдиты Шауфлер Нет, не удалось нам узнать оценку Эдиты Шауфлер Ирина... 9883, простите, пожалуйста, получает Эдита Шауфлер И Ирина Чащина на ваших экранах, композиция с булавами Эдита Шауфлер Эдита Шауфлер Ирина Чащина, Россия, Омск Ну, не столь успешно она выступила в первый день соревнований Как она умеет выступить, как и к чего она, в общем-то, достойна 9,941 балла У Юлии Барсуковой, соответственно, и сумма, в общем-то, в итоге оказалась вполне производящей впечатление 39,689 балла К примеру, это, ну, почти на бал выше, чем у Виктории Дановой Когда это были такие разрывы между лучшими российскими и болгарскими гимнастками Тем временем, Екатерина Полухина на ваших экранах Гимнастка, тренируемая Оксаной Скалдиной, наполнив перерывы Оксана-собеседница Василия Уткина Гимнастка 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 Ну что ж, все ближе и ближе к концу Четвертый раунд соревнований в первом потоке И на смену Екатерине Полохиной на ковер выходит лидер после третьего раунда, Асель Мустафина. Видите оценку Виктории Фратер, но если вы увидите 38, то на дальнейшие цифры можно уже не смотреть. Это невысокая сумма. Продолжение следует... 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 на улице Лавочкина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok